Всем привет! Снова мы с вами. Поехали на очередной монтаж деревни Сосенко, который находится на Велевском водохранилище. Прямо напротив водохранилища, напротив этого дома. Красиво довольно. Сейчас вам покажу. Так, это у нас снаружи дом идет. Там, где лестница деревянная стоит, будет на этом, будем искать и дымоход утепленный идти. Там, где ящик стоит, будет камин. Её 2,570. На эту стенку будем крепить монтажную площадку. Такое и отверстие здесь. Попробуем попасть. Поднимемся на второй этаж. Сейчас покажу вам, что на втором этаж. Вот отверстие у нас выходит и здесь балка. Балка, честно, если бы знал, привез бы с собой еще два сорок пятых лула. Так все близко. Уж у нас получается. В это место будем входить тепленой трубой. Все, приступаем к работе. Покажу, что у нас получится. Какая красота. Будем все-таки делать красоту сначала. Надежность. Все, приступаем. Закончили монтаж. Мы на первом этаже. Поставили опорную площадку с черного металла. В одном из видео я показывал, где ставится снежевещая старая площадка. В ссылках на видео можете увидеть. Сейчас поставил внутри помещение с черного стали и прикрепил ее к стене. Опора она регулируемая, довольно надежная. Еще хочу обратить внимание на тройник под 45 градусов. Такие делает этот шов. Аккуратненький. Он полностью сварный и герметичный. Потому что это довольно слабые места. Когда течет конденсат, вода застекает и происходит течь. Тройник лучше. Пока что лучше тройника я не видел. Миллиметровая сталь 430. Домоход будет использоваться под камин Yotul 570. Здесь есть прочистка, чтобы было небо видно. И конечно здесь будет в дальнейшем заказчик сделать окошко. Через это окошко будет прочищаться именно дымоход. Поднимемся сейчас на второй этаж. Покажу вам на втором этаже. Вот такая картинка. которая позволит владельцу использоваться камина. Благотично. Без каких-либо проблем. Также надо обратить внимание, что дымоход собран по конденсату весь. Потому что если вы соберете дымоход не по конденсату, то вот здесь по трубе пойдет течь. Их будет попадать на площадку. А это уже очень плохо. Так, смотрим что у нас получилось на втором этаже. Это утепленная труба. Так, с базальтовым картоном подсекали все. И когда отделка будет, этот экран прикрепится непосредственно к вагонке. Левая комната материала строительного. На кровле прорезло отверстие. Моход прошел. Уцепленно напоминаемая метровка. 180 на 280. Или метром 3400 от 05. Заказчиком долго думал о том, какой кровельный. И не какой кровельный проход поставить. Кровельный проход будет мартер-флэш. Как его загерметизировать. Я вам предлагал спустить лист от конька вниз. Но ему это не понравилось. Но было решение поставить метилкалочековую ленту и загерметизировать. Поэтому я вам покажу. Сейчас закончу монтаж. И вы увидите, что у нас из этого получилось. Потому что отверстие у нас есть. От дерева отсекли везде базальтовым картоном. Все. Сейчас спущу вниз пару элементов. И подниму снова для работы. Вот прям какая красота здесь. Озера. Красиво и классно. Все. Работаем. Закончил я монтаж кровельного прохода. Как и обещал. Вот что у нас получилось. Вот выцелкалочковая лента наклеенная. И кровельный проход мастер-флэш. Поэтому если клеить эту такую погоду, данную ленту просто наверх, на крыше, не обработав ничем, она у вас отклеится. Такую ленту я уже клею тем методом, который я в течение монтажных работ для себя выявил самый лучший. Уже три года стоят данный вариант гидроизоляции. Поэтому, конечно, все равно я сторонник спускать от конька вниз, когда сюда заходит кровельный металл. И все стекает по кровельному проходу и вниз. Это более надежный способ. Но этот способ тоже имеет право на жизнь. Поэтому вот что у нас получилось. Вот сам кровельный проход. Мы уже саморезами обработали. Ну и, конечно, в итоге такая работа у нас эффектная. Очень скользкая. Вода меняется. Крышу отправили за один день. Попробуем все-таки найти точку. Можно все показать. Ну вот. Выше конька подняли. Дефлектор. Сейчас, смотри, так ветер. Ветра очень сильно дует. Такая красота. Все. На этом мы закончили. Всем до новых встреч. Конечно, всем хорошей тяги и настроения. Пока. Пока. Пока.